Гвозди, львиные лапы, ручки. Все это малая часть новой экспозиции, которая была выставлена в стенах Краеведческого музея. И она как подведение итогов многолетней работы археологов в селе Куракино. Но среди экспозиции есть один предмет, который выбивается из общей кануэ. В 2019 году в поселке Куракино началась новая веха в истории Краеведения Орловщины. Там нашли саркофаг с останками второго в истории российского министра внутренних дел графа Алексея Куракина. Мы не могли пройти мимо того события, которое произошло совсем недавно, год тому назад, когда усилиями студентов, усилиями органов власти были проведены спасательные такие археологические работы. И я считаю, что восторжествовала историческая справедливость. Предметы, которые теперь экспонируются в зале музея, это находки, поднятые в ходе археологической экспедиции. И они достаточно специфичны. Большинство части остатков склепов князя Алексея Куракина и его супруги, поиск которых для неравнодушных осложнялся тем, что долгие годы бывшее имение подвергалось нападкам мародеров. Несмотря на все разграбления и варварское уничтожение могилы, мы вдруг обнаружили уникальный предмет, предмет из золота, который свидетельствует о духовных предпочтениях, христианских предпочтениях этого вельможи. Действительно, эта находка выбивается из общей канвы представленных экспонатов. Из-под земли удалось поднять необычный золотой медальон. Он каким-то чудом пережил Великую Отечественную и многократные разграбления. Над его идентификацией работали эксперты Министерства культуры России по культурным ценностям. Подобные медальоны не являлись контактными реликвиями, не являлись иконами. Они больше относились к таким этическим предметам, которые ориентировали человека по пути Христа. Что касается металла, то нужно будет делать еще экспертизу на хроматографе, который определит металл. Дело в том, что там нет клейма, поэтому мы точно знаем, что это какой-то индивидуальный заказ самого Кукуракина. Огромный вклад в ход экспедиции вложили курсанты Орловского юридического института. Познакомиться ближе с итогами работы археологов можно до середины февраля. Анастасия Гришина, Влад Кольцов, телеканал Первый областной.